В эфире новости Дагестан, в студии Зухра Алиева. Здравствуйте, я и мои коллеги расскажем о значимых событиях к этому часу. Особые книги для особых читателей. Республиканская специальная библиотека для слепых отметила свое 55-летие. О всех преимуществах хранилища иллюстрированных книг расскажем через несколько минут. 5 тонн в час. В Кизляре открыли высокотехнологичный рисоперерабатывающий завод. О планах и перспективах предприятия смотрите в выпуске. Кубок Семенова уехал в Дагестан. Наша сборная по вольной борьбе выиграла общий зачет, набрав по итогам турнира в Нефтьюганске 180 очков. Три человека пострадали в результате аварии. На федеральной трассе «Кавказ» в Кайкинском районе 54-летний житель Ирана. Управляя грузовым автомобилем с полуприцепом, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада Приора». Пострадали оба водителя и 20-летняя пассажирка. Все с различными травмами доставлены в больницу. На чиновников мэрии Южно-Сухокумска возбуждено уголовное дело по факту халатности. Предлогом для проверки послужили жалобы местных жителей, которых уже несколько лет терроризируют стаи бродячих собак. В рамках расследования уголовного дела будет установлено наличие обращения граждан с жалобами в муниципальные органы, а также все причины и условия, приведшие к случившемуся, сообщается в прислужбе Следственного комитета России. Двое жителей Ботликского района добровольно сдали целый арсенал оружия. Шесть автоматов, два гранатомета, пистолет Макарова и более 60 тротиловых шашек. Один из них, 58-летний мужчина, рассказал, что боеприпасы хранились еще со времен вторжения боевиков в Дагестан в 1999 году. Другой местный житель сообщил, что при разборе подсобки обнаружил большое количество оружия. По его словам, все это принадлежало покойному брату. В Махачкале газовики отключили почти 1700 самовольщиков. Об этом сообщает столичный Газпром Межрегионгаз. Компания ведет борьбу с незаконными подключениями на постоянной основе с привлечением сил МЧС и МВД. В результате проверок составлено более тысячи административных дел, а также 340 уголовных за повторное нелегальное подключение к голубому топливу. На 1969 году из жизни ушел известный дагестанский журналист, политолог и общественный деятель Эльман Алипулатов. Алипулатов долгие годы проработал в телекомпании ГТРК «Дагестан». Вел авторскую программу «Акценты». Он преподавал на отделении журналистики филологического факультета ДГУ. Был заведующим кафедрой электронных СМИ. С сентября 2021 года был депутатом Народного собрания Дагестана, членом Комитета по национальной политике, вопросом общественных и религиозных объединений и межпарламентским связям. Телекомпания ННТ приносит искренние соболезнования родным и близким Эльману Субхановичу и желает им здоровья и сил. Мы видим этот мир по-разному. Пока один считает его ограниченным и серым, второй наслаждается яркими красками природы, а третий учится чувствовать и видеть, даже будучи незрячим. Таким людям помогает Республиканская библиотека для слепых, которая накануне отметила свое 55-летие. Подробности у Патимы Атханаповой. Особая категория читателей – особенные книги. От рельефных, известных всему миру шрифтом Брайля, до более современных аудиокниг. Библиотека обладает уникальным фондом литературы на различных носителях. Сейчас здесь насчитывается более 70 тысяч изданий для незрячих. Книги новые мы получили. Рельефно-точечный шрифт, шеститочие. Вот так вот они читают, вводят пальцами. Вот такая флешка. И на этой флешке бывают 3-4 художественных произведений. Библиотека обслуживает около полутора тысяч читателей. Сегодня это не просто хранилище специальных книг. Это полноценная среда социализации, интеграции и реабилитации инвалидов по зрению. Работники учреждения регулярно проводят литературные вечера, беседы, выставки и мастер-классы. Здесь проходят даже соревнования по шашкам. Каждый цвет имеет свою форму. Черные – они вот такие гладкие, а белые шашки – они вот такие выпуклые. И поля тоже у них выпуклые. Не перепутать свои поля. Настольный теннис для незрячих. У них специальный такой шарик, он звуковой. То есть, когда он летит, соперник слышит и отбивает. А в настольный теннис могут играть с незрячими и зрячими. То есть, для них есть такие очки, вот их одевают. Библиотека оснащена современным оборудованием. Так, на базе учреждения можно создавать 3D-модели известных достопримечательностей. В частности, уже готовы макеты центральной Джума-мечети и Эйфелевой башни в Париже. С помощью осизания незрячие смогут прочувствовать их красоту на базе библиотеки и своя специальная типография. Мы издаем книги рельефно-точечного шрифта. Это специальные книги для незрячих по системе Брайля. Для этого у нас приобретен брайлевский принтер, который с помощью специальной программы преобразовывает обычный текст и выдает уже вот такой рельефно-точечный шрифт. Также у нас в отделе мы издаем аудиокниги. Это для тех, кто не владеет брайлевским шрифтом, чтобы они могли знать содержание любой книги, которая им нужна. Сотрудники специальной библиотеки верят в свою важную миссию вести своих читателей к свету знаний, используя все современные и доступные технологии. По тематам Анапова, Мурат Бибарзов, Новости ННТ, Махачкала. Высокотехнологичные рисоперерабатывающие завод открыли в Кизлярском районе. Предприятие способно пропустить до 5 тонн зерна в час. Открыли объект на базе местного сельскохозяйственного комплекса, который занят производством разных видов культур уже много лет. Я вас поздравляю с этим таким прекрасным днем. История вашего села, Новосередная кухня, история вашего хозяйства ООО «Мариновский». Это запуск такого предприятия. Сегодня мы здесь создаем, прежде всего, дополнительные рабочие места. Во-первых, сегодня мы здесь создаем необходимую для бюджета нашей республики добавленную стоимость. Если, например, 3-4 года тому назад по 10 рублей рыс-средств уходило за пределы нашей республики на переработку в Краснодарский край, и на это все наши сельхозтоваропроизводители на перевозку его туда и обратно тратили, мы тогда сделали соответствующий анализ – более 500 миллионов рублей. Сегодня эти деньги тоже остаются у наших сельхозтоваропроизводителей здесь на месте. Поэтому мы будем дальше тоже развивать переработку риса, мы дальше тоже будем создать рабочие места, и это наша самая главная задача – развивать село. Завод перерабатывает рис разных сортов, в том числе популярные регулы, а также бальдо, из которого делают блюда японской кухни. В реализации инвестиционного проекта применялись самые современные технологии известных мировых компаний. Дагестанцы платят за квартиру более 70% от зарплаты. Наша республика расположилась на 79-м месте в рейтинге регионов России по ипотечной долговой нагрузке. Анализ был проведен агентством РИА Новости. Средний срок такого кредита в республике составляет 25 лет при среднем размере в 2,8 млн. рублей. И о спорте. Дагестанские вольники стали обладателями Кубка Владимира Семенова. Турнир в минувшие выходные проходил в Нефтьюганске. На верхнюю ступень пьедестала поднялись Магомед Курбанов, Даурен Куруглеев, Рамазан Ферзалиев и Абубакар Муталиев. Также в активе наших борцов 2 серебряный и 5 брозовых наград. Сборная команда Дагестана выиграла общий зачет, набрав по итогам турнира 180 очков. Победители Кубка Семенова получили денежный приз в размере 100 тысяч рублей. Вторым и третьим в командном зачете стали дружины из Северной Осетии, Алании и Крыма. А дагестанские самбисты отличились на чемпионате мира в Бишкеке. Золотой медаль в разделе «Боевое самбо» завоевал махачкалинец Саид Саидов. Воспитаннику спортшколы имени Ахмедова не было равных 200 до 88 килограмм. В этом сезоне он также становился первым на чемпионате Европы в Сербии. Еще одну награду «Высшие пробы» выиграл самбист Шамиль Зульфикаров. В столице Киргизии также успешно выступили и другие спортсмены из Дагестана. Мухтар Камзаев стал бронзовым призером в весе до 58 килограмм. А представляющие Бахрейн, Вильмурат Алхасов и Паша Хархачаев заняли вторые места в своих категориях. Всего на ковер в Бишкеке вышли около 500 спортсменов из 55 стран. Россияне выступали в нейтральном статусе без флага и гимна. Таковы новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok